ну а теперь о дверях давайте сегодня поговорим о том как принимать дверь после монтажа и на что стоит обратить внимание до того как эту дверь заказывать ну то есть либо в момент заказа двери на что стоит обратить внимание первый пункт это то когда приезжает замерщик что нужно с ним обсудить чтобы так не получилось что к скажем так приезжают монтажники а там выясняется что дверь нести некому ставить они не собираются они едут дальше то есть нужно осудить чтобы стоимость входили доставка монтаж демонтаж старой двери что что вам еще понадобится то что важный параметр это чтобы дверь включала себя временный замок временный цилиндр для того чтобы на период ремонта вы могли спокойно дать строителям эти комплект раздать эти ключи чтобы они пользовались и когда закончится у вас ремонт вы не бегали их не искали не забирали ключи а просто пользовались совершенно новым комплектом ключей что скажем так чтобы так не получилось что заказчики приедут там один человек то есть ему некуда некому эту дверь нести поэтому стоимость должна включаться доставка к месту монтажа то есть если это у вас лифт то это скажем так входит стоимость если это у вас ручной подъем это нужно сразу же обсудить стоимость ручного подъема дверь поставляется как правило в монтажной транспортировочной упаковке для того чтобы просто ее дверь доставить потом эта упаковка снимается дверь устанавливается потом почему нельзя привести сразу же в упаковке потом внимание заказчик эту дверь принимает осматривает на наличие дефектов там каких-то недочетов соответствию и только после этого можно эту дверь опять повторно упаковать поэтому на вопрос то что когда дверь привести дверь упакованную так сделать можно но навряд ли какому-то заказчику захочется узнать после того как у него закончился ремонт что у него там не соответствует отделка либо она как-то повреждена следующий пункт то есть то что нужно как бы то что что требуется от заказчика то есть но что требуется от заказчика для того чтобы монтаж двери произошел по плану то есть как правило лучше то есть но лучше скажем так созвониться то есть когда наберут скажем так монтажники что они будут сегодня ставить дверь на объекте лучше всего заказчику там позвонить если у него и строители на месте либо ему как бы он это сделать самостоятельно проверить работоспособность лифта проверить получается освещение в подъезде то есть но вместе локации чтобы так не получилось что монтажники приедут а там ну хоть глаз выкали и как им работать то есть об этом просто нужно предупредить чтобы монтажники свою очередь подготовили там прожектора все что им понадобится примерно посмотреть чтобы на территорию там комплекс как можно ближе можно было подъехать машиной для того чтобы выгрузить дверь как можно ближе грузовому лифту чтобы так не получилось что машину придется ставить на соседней улице и монтажником 500 метров тащить там эту дверь через между машинами между там и не знаю домами то есть чтобы так не получилось что они там потеряют равновесие упадут с эту дверью то есть и вы получите совершенно не ту дверь к на которую вы надеялись что касается в момент установки в принципе от на от заказчика требуется только одно то есть это предоставление просто точки 220 вольт розетки то есть больше в принципе ну любая нормальная как бы компании больше ничего не надо все остальное должно быть у монтажников то есть от заказчика понятно то есть но не требуется болгарок там пылесосов то есть любая нормальная уважающаяся компания по дверям должна иметь свой пылесос весь набор инструмента уровне все это все это все это должно быть у монтажников и то есть этим не должен обеспечивать заказчик поэтому это все должно быть у монтажников как бы при себе что нужно обсудить особенно на дверях вторичного рынка то есть там где уже скажем так стоит старая дверь которая уже там скажем так извините за выражение вросла то есть в проем то есть сквозь которую уже проведено десяток проводов начиная там еще от старого радио продолжая там телефонами которые уже там не нужны антенн к антенными кабелями домофонами интернетами и так далее звонками и все весь этот жмых проходит где-то непонятном месте то есть через дверной короб либо на откосах дверей поэтому не желательно чтобы заказчик вот в эти все моменты либо предупредил то есть он сказал что здесь так здесь так либо как правило эти коммуникации но действуются в последующем как бы после того установится новая дверь но бывает так что как бы ну там какой-то интернет кабель он все равно его нужно сохранить об этом заказчик желательно чтобы предупредил что вот здесь идет интернет вот здесь идет домофон и вот это все то есть монтажники уже более аккуратно будет в этих местах как делать демонтаж так и производить монтаж новой двери поэтому заказчику желательно когда вот такие сложные уже поросшие годами проемы с проводами то лучше предупредить монтажников что вот здесь и здесь находятся кабеля чтобы они более аккуратно производили демонтаж старой двери и монтаж новый. Также это касается новостроев там где в близости находятся распределительные электрощитки то есть так чтобы не получилось что забивая костыли монтируя новую дверь и там вот такое буквально расстояние до электрощитка распределительного, чтобы его не пробить насквозь поэтому желательно чтобы не было никаких, 100% не было нюансов то есть бывают конечно разные я не спорю компании поэтому лучше это обсудить чтобы потом не было беды как говорится на самом деле присутствие заказчика как правило в момент монтажа оно особо и не требуется возможен такой вариант и он очень распространенный когда бригада монтажников приезжает просто на месте есть строители там либо люди которые ну просто находятся на месте чтобы скажем так объект где будет устанавливаться дверь был просто открыт то есть приезжают монтажники они начинают как бы работы они все устанавливают уже скажем так за час до окончания монтажа то они просто напросто связываются заказчиком говорят, что тогда тогда-то работа будет завершена, чтобы заказчик приезжал и принимал работы. Как правило для чего нужен заказчик, чтобы принял, ну либо заказчик, либо его доверенный человек, который смог бы принять работы, получить комплект. Для чего он требуется как бы доверенный человек. Для того, чтобы получить комплект постоянных ключей и цилиндров, это очень важно. Потому что оставлять ключи, допустим, строителям, то есть постоянные. Но это как бы есть определенный риск поэтому лучше чтобы заказчик самостоятельно как бы принял работы проверил работоспособность замков и забрал с собой уже до окончания ремонта тогда когда будет окончен ремонт ада уже скажем так но опять же у кого разные компании по-разному в идеале чтобы компания которая устанавливала дверь приехала поменяла временные замки на постоянные цилиндры и уже то есть опять же проверила по повторно то есть работоспособность двери и уже после этого как бы заказчик уже спокойно пользовался постоянными ключами значит какие получаются вот у заказчиков очень такой но на больной вопрос это то что допустим станет дверь это все у него там рухнет ну в чечении вся квартира разрушится после установки двери на самом деле это далеко не так если дверь делалась размер если это не готовые решения которые там требуют подрезки если эта дверь делалась конкретно в его проем то таком случае как правило никаких разрушений с внешней стороны со стороны подъезда как правило нет в принципе то есть там максимум не может быть снята плитка то есть вот именно типа плинтус соколь идет который в подъезде плитка то есть вот максимум что может вот эта плитка снимется для того чтобы дверь установить и уже вот эту плитку скажем так порядочные монтажники не просто оставят аккуратно где-то в дверном проеме чтобы плиточник когда будет заканчивать работы то есть свои чтобы он ее подрезал аккуратно и вклеил то есть рядом с дверью потому что монтажники безусловно могут эту плитку подбить подколотить но безусловно это более аккуратно сделать человек который этим занимается постоянно плиточник которого для этого есть нужный инструмент значит что еще ну что нужно в каком состоянии должен был проем чтобы так не получилось что по несколько раз переделать одну и ту же работу в момент монтажа как я уже сказал с внешней стороны после монтажа разрушения никаких нет с внутренней стороны разрушаются только торцевые части откосы то есть они либо частично разрушаются под монтажные уши либо сбиваются полностью поэтому потребуется штукатуре только торцевые части откосы верхнюю часть балку и желательно рекомендация то есть полом не подходить до конца получается до самой дверной коробки старой когда она стоит не доложить буквально один ряд плитки то есть эту плитку сохранить но не доложить после монтажа двери уже вот эти плиточник аккуратно подрежет непосредственно вот эти три плиточки условно которые там не доложили он их аккуратно подрезать положит и это будет самое идеальное сопряжение рамы и плитки это не будет никаких там косых щелей ничего этого не будет это самое идеально поступить именно вот этот участок пола положить уже после монтажа двери теперь как ну принимать дверь на что обращать внимание ну в первую очередь ну внешний осмотр то есть в первую очередь это внешний осмотр понятно нужно посмотреть чтобы везде как бы не было никаких царапин повреждений чтобы отделка соответствовала то тому на что вы договаривались посмотреть состояние ручек чтобы они были не поцарапаны фурнитуры это понятно то есть это это все ясно посмотреть чтобы при при сдаче ключей что посмотреть чтобы были запакованы комплекты ключей то есть как минимум чтобы один а желательно два замка то есть были запакованными ключами то есть мы не считаем временного без слов Временно он может быть открытым, они как правило даже продаются открытым, их не бывает в закрытом варианте, поэтому временно это да. А постоянные ключи должны быть в идеале запакованы, как минимум один замок, лучше всего если будет запаковано два. Нужно обязательно проверить работоспособность замков, чтобы они работали в любом положении, чтобы они работали одинаково, ровно. Чтобы не было никаких дополнительных усилий на работе замка, чтобы не нужно было что-то двумя руками образно нажимать, чтобы они работали плавно, уверенно. И при этом они должны работать плавно, уверенно со всех сторон. Что со стороны ключа они должны работать хорошо, со стороны броненакладки, что со стороны квартиры, это все должно работать одинаково хорошо. То есть тоже касается и верхнего замка, он должен одинаково работать как с внутренней, так и с наружной стороны, одинаково как бы уверенно, хорошо. После этого нужно проверить работу замков в закрытом положении двери. То есть работа не должна отличаться, как вот в открытом положении дверь, так ее закрыть. То есть работа замков при этом не должна как бы чем-то отличаться. То есть они должны одинаково работать, одинаково хорошо и четко. Потом, что еще нужно посмотреть, ну такое, посмотреть там качество, скажем так, того, как это все там закреплено, обварено, то есть вот такие моменты тоже можно обратить внимание. Можно посмотреть состояние как бы лакокрасочного покрытия на раме. По работе замков, как проверить работу замков, что оно как бы все работает, что все сделано правильно. Как я уже неоднократно упоминал в своих видео, что замок это такой механизм, если это качественный замок, если ему ничего не мешает, то это, ну можно сказать, вечный механизм. Он никогда, то есть там не может поломаться ежеминутно, заклинить, такого не может быть. То есть, ну это при одноусловии, если ему ничего не мешает. То есть, работа замка проверяется, то есть вот, если он работает идеально, то есть если он абсолютно как бы никаких усилий вы не прикладываете для работы замка, это при том при всем, что в этом замке установлены дополнительные тяги вверх-вниз, но он работает идеально. Он должен работать также идеально с внешней стороны. Что касается и верхнего замка, то есть он должен работать как с внутренней и с внешней стороны одинаково хорошо. При этом, когда вы закрываете дверь, работа замков не должна меняться. То есть замки в открытом и вот в таком в открытом положении двери должны работать с одинаковым усилием, с одинаковым как бы четкостью. Это обязательно. И это касается того, что в принципе, ну на сроке службы как бы двери эксплуатации, если у вас там через пять, через там десять лет что-то как бы замок начинает, как бы работа его ухудшается, то этим не надо пользоваться, продолжать. То есть нужно обратиться как бы либо в ту компанию, где вы покупали, либо в принципе вызвать мастера, чтобы он разобрался с этим вопросом. Потому что, ну, то есть заклинивание, поломка замка, как правило, качественно, она происходит только из-за того, когда ему что-то мешает. Допустим, что касается еще очень важного момента по сигнализации, то есть это очень такой больной вопрос, то есть люди очень переживают, что вот у них там как бы как это будет. То есть, допустим, в наших дверях у нас всегда идет отверстие по сигнализации, они идут по умолчанию, то есть в любом случае. Поэтому будут сигнализации, либо не будут, эти отверстия, они ничего как бы, ну, ни на что не влияют, то есть это зато в любой момент можно, допустим, поставить сигнализацию и быть спокойным. Но для того, чтобы ее поставить, нужно вот сюда провести хотя бы одну витую пару, то есть провод. Это многожильный провод современный, нужно проложить его эту витую пару и здесь его как бы клубочком, вот в этом районе, то есть в замковом районе оставить. Почему здесь оставить именно здесь? Потому что даже когда заштукатурить, и вот это место не заштукатуривать, буквально вот этот участок, то есть заштукатурится все откосы, вверх, все это заштукатурится. И вот этот провод вывести в щиток слаботочки, там где будет находиться низковольтное, скажем так, оборудование. Это позволит в любой момент, на любом этапе, уже даже в законченном ремонте, поставить, допустим, сигнализацию, то есть она расположится, щиток у вас, там где находится слаботочка. А вот в этом месте мастер по сигнализации, инженер, он сможет подтянуть этот провод, немножко вытянуть, оставьте там буквально клубочек с 15 сантиметрами провода. Он его сюда вытянет, подпаяется сюда, припаяет один либо два геркона, пробьет, тут уже, ну, любой спицей можно будет проколоть наружу, то есть вывести два провода тонюсеньких, подпаять светодиод, который будет индикацию проводить. Поэтому вот такая вот, что касается сигнализации, получается вот так. По герметизации звукоизоляции, как же же ее увидеть, то есть вот это вот невидимое, то есть такую вещь, но на самом деле здесь это можно проверить, ну, буквально через полчаса после установки двери, буквально через полчаса установки двери, когда задута пена, буквально через полчаса уже схватывается пена, и на самом деле уже можно ощутить, то есть, ну, звукоизоляцию двери. Уже ее можно услышать, разницу. Эта разница будет заключаться в том, что, безусловно, что вот в таком положении, допустим, если там ведутся какие-то работы, дрель работает, вот такие вот моменты, то есть вы будете закрывать дверь, и уровень шума будет просто, ну, если правильно, хорошая звукоизоляция, то уровень шума будет, ну, просто на нет падать. Но для сравнения, допустим, работа дрели шумная, там, либо миксера, который мешает раствору у строителей, то, и это может там находиться в двух метрах от двери, то есть, то закрывая дверь, этот шум превращается в такой еле-еле доносимый какой-то шелест, то есть, ну, возле двери с хорошей звукоизоляцией. Ну, а способы уже достижения этой звукоизоляции, это обязательное условие, это 100% герметизация, 100% герметизация. Ну, и разность материалов, то есть, разность материалов, это МДФ, металл, минвата, то есть, вот эти вся разница, она вот на современных дверях дает очень хорошую звукоизоляцию, но это при условии четкой герметизации, то есть, везде должен прилегать уплотнитель, везде должна быть запенена, то есть, везде должна проникнуть пена, то есть, между полотном, между рамой и проемом, то есть, в таком случае, получается, можно получить хорошую звукоизоляцию. Как проверить прилегание уплотнителя? Ну, это есть такой, конечно, дедовский метод, назовем его так. Если, как бы, у вас вызывается мнение, то есть, по тому, что, то есть, если герметизация, либо нет, то можно это проверить, там, любой, там, купюры, там, взять, там, 5 гривен, там, или 10 гривен, то есть, бумажную, и просто-напросто, вставляя эту купюру, то есть, между уплотнителем и рамой, то есть, и эта должна купюра выходить везде с одинаковым усилием, то есть, где бы вы не ставили, то есть, вы проверяете, то есть, и с петлевой стороны, и снизу, и сверху, то есть, везде. Когда, ну, скажем так, рассчитываться за дверь, то есть, ну, вот, безусловно, то есть, платится какой-то аванс, ну, то есть, на момент заключения договора, потом приезжают монтажники, и, безусловно, как бы, ну, самое правильное, это, безусловно, не то, что, как бы, расплачиваться сразу с монтажниками, и все, то есть, вот, будет установлена дверь, вам должны, то есть, обязательно должны продемонстрировать работу замков, рассказать, как они работают, чтобы, допустим, там, бригадир монтажников рассказал полностью о том, как эти замки работают, сам показал, как это работает, продемонстрировал, передал заказчику по одному ключу, хотя бы от каждого замка, почему, чтобы, скажем так, связкой ключей, как бы, не жонглировать, вы рядом с дверью, чтобы человек с непривычки, понятно, ему со связкой очень сложно будет, чтобы человек все проверил, то, что я описывал, там, эти моменты по тому, как замки должны правильно работать, и после чего уже, как бы, рассчитаться с монтажником, то есть, и забрать остальные ключи, то есть, иногда, как бы, монтажников, это, как бы, такой закон, образно, скажем так, ключи не отдаются до того момента, пока человек не рассчитается за дверь, все ключи не отдаются, то есть, по одному ключу могут выдать, то есть, чтобы проверить дверь, а уже остальной комплект ключей выдается после того, как человек рассчитал, принял работы, после чего рассчитался, получил все ключи с этим так, о чем вспомнил, как бы, по пунктам рассказал, Поэтому если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, если понравилось видео, ставьте лайк, не понравилось, ставьте дизлайк. Всего доброго, до свидания.